Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория! Сегодня в видео я хочу показать вам некоторые из новинок 19 каталога 2020 года в компании Faberlic. Всем, кому интересно такое видео, я, конечно же, вас приглашаю к просмотру. Каталог номер 19 это последний каталог в уходящем году и будет он действовать с 21 декабря по 10 января включительно. Представлено здесь много новинок, некоторые я из них протестировала и сегодня хочу поделиться с вами первыми впечатлениями. Итак, я сделала для вас, как обычно, закладки. Будем листать каталог и смотреть новинки. И сразу хочу обратить внимание на шикарную акцию для новичков в этом каталоге. За ваш первый заказ после регистрации на сумму 1699 рублей в цене каталога вы получите в подарок для себя кварцевый вибромассажер. Шикарная штучка для лица. И в каталоге этот массажер стоит по полной цене 1499 рублей. То есть получается, что если 1699 рублей вы сделаете заказ в цене каталога, минус у вас будет скидка 20% после регистрации плюс сбор за доставку, а потом получите массажер, то практически ваш заказ будет очень выгодным. И вам необходимо обязательно до 10 января свой заказ оплатить для того, чтобы по первому каталогу уже 2021 года получить со вторым заказом от 1000 рублей в цене каталога этот массажер в подарок. Шикарнейшая, девчонки, акция. Присоединяйтесь к компании, участвуйте. Тем более первый каталог – это каталог распродаж. И там тоже будут очень интересные новинки. Ссылка для бесплатной регистрации в мою структуру в компании Фаберлик всегда есть под моими видео. А также я вас, как обычно, приглашаю на канал Катюши. Ее канал называется Шутеева Фаберлик. Катя строит свою структуру в компании, поэтому тоже вас приглашаю. У нее очень интересное видео о ее заказах в компании. Также она прекрасно описывает парфюмы. Ссылка на регистрацию в мою структуру в компании Фаберлик всегда под моими видео. И на канал Катя. Также я вам оставлю ссылку под своими видео. И сейчас, прежде чем начать рассматривать новинки, я хочу рассказать вам немножечко, что я использовала в своем макияже. На губах у меня нанесена помада. Это новинка 18 каталога, новый оттенок Гидролипс в артикуле 4826. Это коричнево-розовый оттенок. Мне он очень понравился. Он немножечко дуахромит. Такой коричневатый. Немножко отливает и розовинкой, и золотинкой. В общем, на холода очень нравится самое то. И вы знаете, вот эти три оттенка, которые появились, мне кажется, они стали по своей текстуре чуть помягче. Если первые у нас более такие вот суховатые по своей текстуре, то здесь чуть больше питательности добавили. И на кожу у меня сегодня нанесен кушон. Это новый кушон Бэби Фейс. Он отражает. Не буду сильно светить, но однозначно мне нравится кушон. У меня в артикуле 6170, по-моему, это ванильно-розовый. По оттенку он мне идеально подошел. Мне нравится, как он наносится. Его можно наслаивать, как он смотрится в течение всего дня на лице. В общем, я приобретала его по акции Like Faberlic и не разочаровалась. В общем, если сравнивать с Iseul, то однозначно, честно вам скажу, вот этот мне нравится больше. Не потому, что он появился последний, а потому, что действительно мне он понравился больше, чем из линейки Iseul. Во-первых, он хорошо подошел по оттенку. Во-вторых, как-то по своей текстуре он получше. И этот кушон произведен в Китае по заказу компании Faberlic. На глазах у меня палеточка. В последнее время, вот как только ее получила, постоянно ею пользуюсь. Уже, девчонки, у меня не в двух оттенках дырочки, показывала вам в двух, а уже у меня в четырех тонах здесь протерты дырочки. Но, вы знаете, здесь вот рефилы по одному грамму, поэтому я как-то их быстро использую. И мне приглянулись эти тени именно вот своей нежностью, вот этим деликатным сатиновым переливом. В общем, можно выполнить макияж отличный. И я даже вот один раз задействовала все десять оттенков, расставила акценты. То есть, в одном макияже я их все десять использовала. Прекрасно тушуются, прекрасно держатся. Я очень довольна. Тоже приобретала по акции лайк. И не пожалела, что их взяла. Думаю, по дырочкам. Вам и так понятно, что я довольно часто пользуюсь этими тенями. Тушь у меня сегодня Push Up. Давно не наносила. Захотелось ее нанести. И на ногтях у меня лак в один слой. Это новинка 18-го каталога. Я вам сейчас, немножко позже покажу свой небольшой заказ. Это артикул 77,93. Кофе и шоколад. И вот так смотрится он. Холодный оттеночек. Действительно такой кофейный, приятный, неудовый. И давайте сразу покажу вам еще один оттенок, который я заказывала. Это 77,94. Этот оттенок называется молочный шоколад. То есть это уже вот такой более, ну скажем, нейтральный оттенок. Ближе, наверное, к такому теплому. То есть он как бы чуть-чуть повеселее. Если этот вот смотрится чуть-чуть вот больше в нем именно кофейного, то здесь именно вот такого молочного шоколада. И мне очень нравятся вот эти вот оттеночки, как они смотрятся. У меня есть еще один тон, который я заказывала. Самый первый это каштановый берет. Он получается самый такой насыщенный. Но у меня уже, девчонки, от прежнего лака я перекрутила кисточку. Попалась неудачная, поэтому пришлось мне ее, в общем, от быстросохнущего верхнего покрытия сюда добавить. Если хотите, я потом отдельно вам, то есть сниму, прям покажу в макросъемке эти три оттенка. Для того, чтобы вы смогли их сравнить. Но я думаю, что если даже вы все три купите, то вы не пожалеете. Наносятся в один слой, беспроблемно, прекрасно держатся, отличные. И еще я до заказала два бальзамчика для губ из линейки обновленной Бьюти Кафе. Взяла я малиновый мельфей и взяла банановый мусс. И до этого приобретала я грушевое парфе. Хочу сказать, что по отдушкам они все очень приятные, достаточно деликатные. Но самая деликатная отдушка именно у бананового. То есть самая такая ненавязчивая, ну скажем, самая, наверное, приближенная к натуральной. Ну вообще эта линейка банановая, она вся такая вот нежная по своей отдушке. И мусс такой же. Ой, и бальзамчик такой же. Здесь он чуть желтоватый, прекрасно увлажняет кожу губ. Они, бальзамчики идут по желтым ценникам. Вот розоватый, он чуть-чуть оставляет такой розоватый перелив. И грушевое парфе тоже очень приятный, вкусненький, ароматный. Он, мне кажется, чуть-чуть вот оставляет зеленце. Он на губах, может так кажется. Конечно, это не критично, но немножечко, мне кажется, такой вот как намек есть. Ну а теперь давайте смотреть непосредственно новинки, которые я заказывала. Буду листать каталог и все вам их показывать. Я для вас сняла уже отдельное видео новинки 19 каталога «Базовый уход». У нас на 78 странице появляются интересные новиночки. Это базовый уход за ногтями. Чем примечательна эта серия, то что в этой серии нет формальдегида и нет парабенов. Это очень порадовало. Я попользуюсь этими средствами, потом буду постепенно вам о них рассказывать, так как все-таки нужно попользоваться какое-то время. Я заказала почти все, говорила вам. Кроме, я не стала приобретать матовое ток покрытие для ногтей и унисекс покрытие. Все остальные я приобрела. Все они ложатся полупрозрачно. Ногтевую пластину мне это очень понравилось. То есть ноготки смотрятся полупрозрачно, вот как свои, только лучше. Красивые дают глянец, поэтому в принципе я осталась довольна этими средствами. Ну вот, наверное, если вы нанесете в два слоя антивозрастной филлер, то он даст чуть-чуть такой вот, ну немножко такой розоватый красивый эффект на ногтях и даст этот эффект, наверное, кальциевый щит. То есть у нас раньше было кальциевое молочко, теперь кальциевый щит, но тоже он полупрозрачный. Кто не видел, я сейчас быстренько вам покажу. И все эти средства можно использовать либо самостоятельно, для того, чтобы поухаживать, оздоровить свои ноготки в два слоя. Либо можно использовать под лак в один слой. Ну и некоторые там, по-моему, можно вот два раза в неделю наносить. Все на коробочках заявлено и на сайте Фаберлик в аннотации тоже все это заявлено. Очень понравилось мне вот это масло для кутикулы. Оно двухфазное, но вы знаете, вот эти две фазы вот туговато перемешиваются. Нужно вот так встряхнуть и перемешать, потом использовать. Вот здесь есть пипеточка, не нужно его смывать, но если все-таки вы перед лаком, на чистые ноготки, то смыть нужно, потому что где-то минут, наверное, 15 оно будет впитываться. То есть постепенно сходить на нет, еще смотря как нанесете. Но ухаживает за ногтями великолепно. В общем, мне очень понравилось. Приятный такой аромат розы с карамелькой. Здесь экстракт черной розы бакара, а также здесь масла. Это органы, жажаба, авокадо и миндаля, которые ухаживают за ногтями. В общем, я очень довольна. Дальше, следующие вот у меня 5 средств вам тоже быстро покажу. Снимала отдельное видео для вас. Первый это витаминизирующий праймер для ногтей. Он прозрачный, чуть зеленоватого цвета. Вот так выглядит. И тоже дает такое прозрачное, блестящее покрытие. Здесь витамины. 5 витаминов В5, А, С, Е и Ф. И 5 экстрактов. Это алоэ вера, это лимон, джиншень, гранат и виноград. И специальный комплекс гексанал, который ухаживает за ногтями. Вот здесь есть еще укрепитель для слабых и ломких ногтей. Он идет такой прозрачный, слегка малинового цвета. Кисточки здесь тоже прозрачные, удобные для нанесения. Здесь масло мастикового дерева и масло ягод асаи. Тоже ложится прозрачно. Все в отдельном видео я вам это показала. Также здесь у нас антивозрастной филер для ногтей. Тот, о котором я вам говорила. Вот он идет самый такой, чуть более такой, не такой прозрачный. На ноготках в один слой он тоже смотрится полупрозрачно. Но я думаю, что если в два слоя, то будет смотреться прям вот интересно. И филер, есть здесь альпийский дельвейс и витамин Е, который тоже ухаживает, препятствует проникновению лака и убирает желтизну с ногтей. Кальций выщит для ногтей вот в такой коробочке. Здесь у нас пантотенат кальций. Это специальный компонент, который ухаживает. Но видите, он такой прозрачный. Тоже на ноготках смотрится прозрачно. Кстати, сегодня я его наносила под лак, который использовала. И сос восстановления. По аромату все отдушки такие приятные, лаковые, не резкие. Но вот, например, сос имеет аромат клея. Если вы покупали суперклей, там, конечно, бьет в нос прям такой яркий. Здесь он не такой яркий, но вот клеевой аромат. И вот это средство предназначено, особенно если вы используете, наращиваете ногти, либо гель-лак, для того, чтобы восстановить ваши ногти. Здесь три АХ-кислоты, витамин В5 и витамин С в составе. Так что вот такие интересные средства. Ну, еще я два взяла покрытия. Это глянцевое топ покрытия и это суперстойкое. Но пока вот я их не использовала, я думаю, суперстойкое хорошо подойдет под яркие лаки, под красные, под какие-то вот малиновые. А вот это придаст дополнительный глянец, особенно когда вот уже маникюр, допустим, там на второй день, да, можно будет использовать. Но вот я сейчас не использовала, вот эти лаки, они дают прекрасный глянец, они великолепно держатся. В общем, я вот этими оттенками, тремя осталась очень довольна. Далее, следующая новиночка у нас, это жидкая подводка для ногтей, цветная галактика. Вот так она смотрится. Но вы знаете, у нас уже такая подводка была, но почему-то она в новинках. Именно вот три оттеночка здесь добавлены. Далее, следующее, что будет представлено в новинках, это активная сыворотка для лица с коллагеном. Крем для век, он в серии Эксперт на страничке 127. Указано, что способствует восстановлению коллагена кожи, обеспечивает выраженный омолаживающий эффект и разглаживает прекрасно морщинки. Вот здесь Римма Корнеева подробно описывает, как использовать это средство. И использовать необходимо курсом 60 дней. То есть, и этот крем является альтернативой блефаропластики. Используется он на нижнее веко и вот сюда, на верхнее веко. Ну, вы знаете, пока тоже я пользуюсь четвертый день этим средством. Необходимо попользоваться хотя бы недельки-две, чтобы вам рассказать впечатления. Но первое впечатление приятное. То есть, аллергии не вызвал это, во-первых. Во-вторых, он хорошо увлажняет, он как водичка быстро тает. Но вместе с тем, чувствуется вот эта внутренняя увлажненность кожи под глазами. И чувствуется также еще то, что этот крем создает прекрасный эффект лифтинга. Сейчас к вам вернусь. Итак, девчоночки, продолжим наш рассказ. Нужно было мне срочно ответить на звонок. Не могла. Я, в общем, снимаю видео, всегда лежит телефон. И смотрю, что вот звонят. И мне нужно срочно человеку ответить. Поэтому, извиняюсь, давайте с вами дальше рассматривать новинки. Приходит этот крем в коробочке, как и вся серия Эксперт. По отдушке он такой же, как и крем Круговая Пластика. То есть, как примерно вся у нас линейка из этой серии. И вот здесь нам Римма Корнеева советует этот крем использовать для большего эффекта. Можно вот с этой сывороткой с коллагеном. Но я пока использовала, просто наносила на кожу век. И мне, в принципе, первые ощущения у меня остались от него очень приятные. Чувствуется, когда наносите, особенно вот здесь, в этих зонах, что кожа такой прекрасный лифтинг эффект. И вместе с тем она и увлажнена немного, и чуть подпитана. В общем, по эффекту первые дни чувствуется, что крем работает. То есть, не просто вы нанесли и забыли за него. И что еще здесь вот у нас указано, то, что этот крем используется 60 дней курсом. Это я вам уже сказала. И давайте мы сейчас посмотрим, как выглядит сам продукт. На коробочке вот здесь у нас есть тоже полностью состав. И указано, что данный крем, он прекрасно оказывает выраженное действие против провисания верхнего века и возрастных изменений. А также, вместе с тем, этот продукт служит альтернативой блефаропластике. И он, по-моему, тоже у нас осветляет темные круги под глазами. Где-то вот здесь вот это было написано, и это я видела. Да, сглаживает мимические морщинки, уменьшает темные круги и при пухлости под глазами. Что, конечно, очень хорошо. У него объем стандартный 15 мл. И вот здесь вот такой интересный носик с дозатором. То есть, вы вот сюда нажимаете, и вот у вас выходит порция крема. В принципе, крем, вот я думаю, даже так вам видно, он прям тает, как водичка, моментально распределяется. Очень нежный, очень приятный в использовании. То есть, вот этой жирности, какой-то питательности в нем нет. Он прям, как водичка, легкий, быстро впитывается. Но по эффекту, потом вот, когда вы его же нанесли, заметно, что прекрасное увлажнение, подпитывание и лифтинг кожи прекрасно есть. И на него вот у нас, например, крем, который я использую для коррекции из линейки Beauty Lab, экспресс-корректор, ложится на него великолепно. То есть, он не скатывается, прям вот прекрасно, мне кажется, взаимодействует. В общем, пока первые ощущения у меня от крема остались очень приятные. Я не разочаровалась, что его заказала. Он, конечно, далеко не бюджетный, 699 рублей в каталоге, но будут акции. И по акции Like Faberlic можно его будет взять для того, чтобы протестировать. Далее, следующие новинки у нас в серии не чаев Family. Это новые батончики появляются, новые чаи, новые шоколадки. Я еще пока, девчонки, честно, ничего не приобретала. Но все-таки вот я смотрю обзоры и мне хочется кое-что попробовать. Наверное, в заказе по 19 каталогу я что-то для себя возьму на пробу. Потом с вами поделюсь впечатлениями. Также в новинках в серии продукты для здоровья фитобальзам очищающий на основе инжира Injilax. Оказывает мягкое и слабительное действие, нормализует работу кишечника. Здесь в составе листья сены, шиповник, инжир, ромашка, подорожник и фенхель. Тоже пока не стала приобретать. Но вот подумаю, посмотрю, может быть возьму это средство. И появляется у нас два новых чайника в серии Dom Faberlic. Один стальной чайник, а второй стеклянный. Вы знаете, добавила в заказ, потом удалила. Я думаю, нужен или не нужен, но наверное тоже стеклянный я возьму в запас. У меня в принципе есть стеклянный чайник, но только у меня подсветка по всему ободку. А здесь подсветка у нас идет внутри. Но то, что меня привлекло в этом чайнике, то что здесь есть специальный английский двойной контролер Strix, который автоматически выключает чайник, если он пустой. Либо там бывают всякие ситуации. И то, что здесь в этом чайнике он стеклянный. Указано, что здесь высококачественные материалы. То, что здесь автоматическая крышка. Я, например, сейчас в Магните идет акция. Там тоже такая серия для дома. Как-то я брала кастрюлю. В общем, кто знает, по наклейкам берете. И вот чайники. Чайник 899 рублей. Я его купила. Но, конечно, вы знаете, так покрутила, повертила. Думаю, может в запас куда-то, может так вот куда-то пригодится в путешествии такой чайник. Но у него нужно открывать крышку. То есть она не автоматическая. И так вот, конечно, выглядит он по цене и качеству чайника. Я вот смотрю на картинку. Конечно, здесь вот он выглядит подобротней. Может быть, возьму. Потому что на подарок, либо вот свой там сломается. У меня, например, первый, у меня стеклянный уже второй. Первый где-то куда два с половиной прослужил и потом сломался. Ну, наверное, свое отходил. Поэтому, скорее всего, что чайник стеклянный я возьму. И у нас в серии Гринли, Дом Фаберлик, появляются тоже новые новиночки. Первое это средство для туалета. Я его заказала. Вот так оно смотрится. Указано, что подходит биогель для очищения туалета. Многофункциональный для жесткой воды. Здесь биокислота. То есть здесь кислот есть. Эфирные масла. И эфирные масла. Пихты, сосны, кедра, голубой ели и эвкалипта. Также можно его использовать один-два раза в неделю. Наносить, оставлять либо до 10 минут, либо в нижней части унитаза под водой оставить на 60 минут. Вы знаете, по аромату очень такой указано, что здесь натуральный хвойный микс. Аромат хвойного леса. Но вот действительно аромат вот этих вот аромамасел, он настолько яркий. Он, конечно, не раздражающий. Чувствуется, что там вот такие вот добавленные эфирные масла, натуральные компоненты. Но он яркий, прям такой яркий аромат пихты, хвои. И вот после чистки унитаза минут 20 еще, в общем, вокруг комнаты, вот этой при закрытой двери, это все благоухает. То есть он действительно такой перебивает все запахи. Он прям, ну, очень яркий. Но вместе с тем он вроде бы не отталкивающий, ну вот на мое обоняние, но он яркий. Но очищает он великолепно. Минут 10 у меня он был, у меня, в принципе, я часто очищаю унитаз. И где-то минут 10 он у меня был. И очистил, просто все блестит, сияет великолепно. Чистит он лучше предыдущих, это точно. Поэтому повторять я буду. Очень понравился по своим очищающим свойствам. Гель отличный. Поэтому, девчонки, обращайте на него свое внимание. Еще у нас появляются в новинках это средства для посудомоечных машин. Но у меня посудомоечной машины нет. Я все мою руками, поэтому я не приобретала. Это вот новые биокапсулы. И еще две новинки. Это концентрированные биокондиционеры для белья. Вот так они у нас представлены. Будут они идти со скидкой 50%. И я, конечно же, два биокондиционера для белья взяла. Подходят они для жесткой воды. Неплохо смягчают белье после стирки. Подходят для натуральных и спортивных тканей. Здесь бионзимы и эфирные масла. Вышло пока у нас два. Рассчитаны на 30 стирок. Это натуральный восточный микс и натуральный цветочный микс. Сразу скажу, что мне больше понравился по аромату восточный. То есть он получился даже мягче, чем цветочный. Цветочный здесь эфирные масла розы. Эфирное масло... Так, сейчас вам скажу. Розы, бергамота и сандала. И вот, наверное, роза с бергамотом делают такой цветочно-цитрусовый аромат. Достаточно яркий. Но немножко вот сандаловые нотки тоже слышно. Слышно, что отдушки натуральные на белье. На белье, в принципе, они не сильно яркие. Но их слышно. И вот, ну, в принципе, неплохой тоже он по отдушке. Необходимо встряхивать. Кстати, гель для туалета тоже нужно встряхивать перед применением. И вот давайте покажу вам сейчас так, чтобы я не разлила ничего. Достаточно густое средство. То есть оно не жидкое. У нас бывают вот более такие жидкие в серии Дом Фаберлик. Густоватые. Но вот сразу по обонянию я слышу, вот первое, что слышно, это хорошо розу. Приправленную цитрусовыми. Ну, больше, наверное, вот аромат розы. И второй, это восточный. Здесь эфирные масла пачули, жасмина, сандала, иланг, иланга. Здесь, конечно, такой, ну, наверное, более вот дорогой аромат. Восточный, тонкий, в принципе, приятный. И вот мне он очень понравился. По отдушке я прям здесь вот уже, видите, вот тестировала. Пока стирала, прилично попользовалась. Давайте вам тоже покажу. Он такой же. Ой, достаточно густой по консистенции. Так, вот так он смотрится у нас, беленький. И гель для туалета идет прозрачный. То есть, без всяких там вот этих голубых расцветок. В общем, он прозрачный и отлично работает. Ну, вот, наверное, если я буду повторять, то восточный из этой серии. Но вообще, как-то вот эти вот отдушки, поначалу, мне кажется, они проигрывают серии Дом Фаберлик. Такие, ну, потому что они, наверное, более вот натуральные, что ли, более какие-то вот такие специфические, скажем. Например, для посуды мне очень понравилась цитрусовая, вот, цитрусовый микс. Травяной как-то мне не зашел. А вот из кондиционеров больше понравился восточный. Цветочный тоже, в принципе, неплохой. Но он для тех, кто прям вот любит очень аромат розы. Вот прям, я думаю, что подойдет вот для любителей розы. В общем, вот такие новинки, интересные. Поэтому регистрируйтесь в компанию. Ссылка для бесплатной регистрации всегда под моими видео. Я еще обязательно, вот, хочется мне снять болтологическое видео, поделиться с вами некоторыми своими такими вот достижениями, некоторыми рассказать вам свои ощущения. В общем, будет отдельное видео на эту тему. Я еще подумаю, как вот для вас снять, и обязательно мы с вами поболтаем. Ну и также нужно будет к концу года подвести итоги, рассказать вам о своих средствах, которые понравились мне в этом году, которые меня прям вот очень зацепили, тоже постараюсь для вас снять. Ну а кто заказывал новинки, кто уже их протестировал, пишите. Я всегда очень-очень рада вашей обратной связи. Пишите свои впечатления. Они, конечно же, всегда играют огромную роль. И вам, кто заходит на канал, читает комментарии, всегда за это говорит спасибо. И я говорю вам огромное спасибо. Ну а теперь пока, всем до свидания, до новых встреч на канале.